Возложение венков к Т-34, минута молчания и песни с акцентом на победу. Ежегодный праздник, посвященный Дню танкиста, собрал десятки горожан у мемориала боевой славы в Киселевичах. В субботнее утро здесь встретились те, кому не безразлична история города и судьба белорусского народа в целом. Благодаря подвигу воинов-танкистов мы сегодня живем в мирной стране. Мы сегодня можем жить и радоваться жизни. Сегодня растут наши дети и развивается наша прекрасная страна. История танковых войск насчитывает более 90 лет. Она неразрывно связана с нашим городом. Штаб 5-й гвардейской танковой армии, которая была сформирована в 1943-м, находился в Бобруйске. В годы войны бронетанковые войска сыграли значительную роль в важнейших операциях по разгрому гитлеровских войск при освобождении Беларуси, Украины и взятии Берлина. О мужестве и героизме воинов-танкистов свидетельствует тот факт, что более 250 тысяч солдат и офицеров награждены орденами и медалями. Более тысячи из них стали героями Советского Союза. Нельзя не вспомнить подвиги капитана гвардии Кондратия Наумова и Бориса Бахарова, ведь они освобождали наш родной город. Слова поздравления в День танкиста звучали и от командующего в 92-м году 5-й гвардейской танковой армии Станислава Румянцева. Во время войны у них даже бархатный воротничок был у танкистов, вот на этом, на мундире. Они были очень любимцы народа, понимаете. Ну и такая жизнь. Ну и танки, говорят, знаете, лучше, чем дрова. Юбилейные медали в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси в этот день также получили военные, общественные деятели и спортсмены. Сразу после завершения митинга реквиема горожанам предложили культурную программу и работу тематических площадок.